В графе Орлове за высокомерием и барственной ленью вдруг угадываются черты деятельной натуры, а за жестокостью Павла I страдальческая немощь и трагическая обреченность. Рядом с Шубиным работали его собратья по искусству. Козловский, Щедрин, Мартос, Прокофьев. Семилетними мальчиками будущие знаменитые воятели были приняты в только что основанную Петербургскую академию трех знатнейших художеств. Их учили законам возвышенного искусства, пластическим принципам античности. Пафос борьбы и страдания воплощает поликрат, созданный скульптором Михаилом Козловским, автором знаменитого Самсона Петерговских фонтанов. Бдение Александра Македонского От терракотового эскиза до большой композиции все отчетливее выявляется замысел Козловского. Прекрасный юноша борется со сном, преодолевая слабость. Он воспитывает волю, готовясь к грядущим подвигам. Героическую тему продолжает другая работа Козловского. Скульптурная группа «Аякс с телом Патрокла», созданная на сюжет древнегреческого эпоса. Знаменитая Венера Феодосия Щедрина. Пожалуй, это самый лирический образ в скульптуре той поры. В нежном объятии Невы и Волхова скульптор Иван Прокофьев воплощает союз двух великих северных рек. Начало девятнадцатого века. Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее, дерзнул я изобразить в медальонах знаменитейшие события 1812 года. Писал скульптор и живописец Федор Толстой. Пожелал я сказать, что в наше время каждый думал так, как я, и каждый был счастлив, нося имя русского. 20 лет работы отдал Федор Толстой своей медальерной серии. Русский Сцевола Василия Демот-Малиновского Созданная в 1813 году это известная статуя живой отклик современника на реальный эпизод народной войны. Русскому крестьянину, попавшему в плен к французам, поставили на руке клеймо. Теперь он вынужден сражаться на стороне врагов. Узнав об этом, крестьянин отсек топором клейменную руку. Та же могучая сила в легендарном русском богатыре Яне Усмаре. Скульптор Борис Орловский мастерски работает и в бронзе, и в мраморе. Трудно поверить, что эти юные прекрасные фигуры из камня. Настолько мрамор живой, чистый, светоносный. Скульптуре Орловского фавн и вакханка живость и чувственность, грациозное изящество, мягкость струящихся линий. Скульптуре Орловского Классическая идеальность в середине девятнадцатого столетия все более наполняется убедительностью жизненных наблюдений. Пётр Клодт, автор прославленных скульптурных групп на Аничковом мосту. В этих небольших станковых работах предвосхищение форм будущих статуй и верность натуре. Клодт прежде всего помнит о выразительности силуэта движения. А художник следующего поколения Евгений Лансере стремится в своих многофигурных композициях прежде всего рассказывать как можно подробнее и занимательнее. Киргизский косяк на отдыхе своеобразная живопись в бронзе. Детально, с отменным мастерством изображает Лансере сцену из жизни донских казаков. Повествовательный язык жанровых картин передвижников утвердился и в творчестве скульптора Матвея Чижова. Его работа «Крестьянин в беде». Субтитры создавал DimaTorzok Один из крупнейших мастеров товарищества передвижников Марк Антокольский. Он обращается к историческим темам Спиноза. Умирающий Сократ. «Мучниками за идею» называл скульптор великих мыслителей прошлого. «Поймут ли, что рядом с моими идеалами я воспевал будущность России в лице Нестора», писал Антокольский. «Поймут, в этом вера моя крепка». Облаченный в монашеское одеяние, погруженный в мучительные раздумья Иван Грозный. Воплощение нравственного смятения и душевной борьбы. Каждая из многочисленных и достоверных деталей говорит о глубоком знании эпохи. Это живой портрет исторического лица. Художники начала XX века ищут уже иную скульптурную форму. В памятнике Александру Третьему, модель которого хранится в Русском музее, Павел Трубецкой достигает вершин монументального обобщения. Эта работа принесла Трубецкому славу одного из крупнейших скульпторов России. Узнаваемые особенности творческого почерка Трубецкого выразительность лепки, чувство живой, изменчивой, словно пульсирующей формы, почти живописная свобода пластики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А его ученица Анна Голубкина стремится передать в модели лишь острохарактерное. КОНЕЦ Форма и пространство. Их конструктивные взаимоотношения интересуют Натана Альтмана. Портрет молодого человека выполнен в металле. Скульптура XX века не только приносит с собой новые материалы, но и переосмысливает вечные. Сергей Коненков Мыслитель Искристый мрамор Дерево Сама природа материала и его фактура помогают создать скульптурный образ. В автопортрете Коненкова внутреннее огромное напряжение Творца. В работах Александра Матвеева своеобразное кредо русской пластики начала XX века. Матвеев приходит к лаконичному языку обобщений. Матвеевская статуя юноши наделена строгой простотой, поэтичностью, классическим благородством строя. XX век словно обратился к высоким образцам прошлого, чтобы открыть для себя новые пути, новые возможности воспеть человека, его гармонию и красоту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Их девизом стали Правда в искусстве, его общественная значимость, глубокая человечность. Повседневная жизнь народа, его героическое прошлое, духовный мир человека, русская природа — вот главное содержание творчества передвижников. Товарищество объединило все лучшие художественные силы России. Это были художники Перов, Крамской, Ярошенко, Саврасов, Шишкин, Репин, Суриков, Серов и другие. Многие значительные произведения передвижников были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. Но и Русский музей облагает богатой коллекции их произведений. Полотна Репина, Сурикова, Левитана, Серова были уже показаны нами. А сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством других членов товарищества. Редактор субтитров В 1863 году 14 учеников Академии художеств отказались участвовать в конкурсе на большую золотую медаль. «Душа переворачивалась, как поставишь, бывало, рязанского мужичка, и выкраиваешь из него ахиллеса быстроногого. Тянуло на русское», – говорил художник Василий Максимов. «Мы вышли из стен Академии», – вспоминал Крамской. «Я почувствовал себя, наконец, на этой страшной свободе, к которой мы так жадно стремились. Эта свобода означала обращение к жизни, к России». Субтитры создавал DimaTorzok «Только там и есть настоящее искусство, где народ чувствует себя дома и действующим лицом», – говорил Стасов. «В работах художников-шестидесятников, многие из которых были воспитанниками Московского училища живописи вояния и изотчества, мы замечаем черты этой новой живописи. «Утро в деревне» Андрея Попова Его же работа – народные сцены старой Ладоги. Картина «Славельщики-городовые» Написана Леонидом Соломаткиным в русле федотовской традиции. Острая сценка, запечатленная в прихожей купеческого дома, высмеивала нравы власть придержащих. Грубую лесть, вымогательство, искаленность. Грубую лесть. Субтитры создавал DimaTorzok